Полчаса ожидания, вынужденная близость с незнакомцами. Так начинается доброе утро жителей новых районов. Жалуются пассажиры не только на 65 маршрут. Утром проблематично проникнуть и в автобусы номер 75, 80. Тем временем банка шпрот на колесах становится все дороже. Нынче по 28 рублей за проезд. Пока даже такое, казалось бы, несущественное повышение тарифа вызывает у пассажиров только негодование и непонимание, куда уходят деньги, если ждать приходится долго, а салон в транспорте оставляет желать лучшего. Битком не зайдешь, не выйдешь. Ну, а как могут уступить, если там не повернуться? Может, кто-то бы уступил, а встать невозможно. Вот у меня подруга, да, она ездит на 60 маршруте. Он иногда проезжает мимо просто, даже не останавливается. И он очень редко ездит. У меня бы, по-разному, была бы большая остановка сделать теплой. Тогда бы было, может быть, как-то попроще людям ждать транспорт. За городской транспорт пытались бороться общественники. Осенью они собрали более тысячи подписей против повышения тарифа. И даже создали народную концепцию развития общественного транспорта. Но битву в итоге проиграли. Если транспортники просили повысить оплату за проезд, тогда, уважаемые друзья, будьте любезны на это повышение ответить чем-то. Не просто так повысить, но вы должны что-то дать взамен. Пока взамен жители ничего не получили. Это требование народа, который платит свои кровные деньги для того, чтобы получить качественную услугу. Но когда эта услуга на рваных сиденьях ехать, в закуренном автобусе это ненормально. В комитете по дорожному хозяйству нам сообщили, что получают жалобы на перевозчиков от горожан. Например, на маршруты номер 1, 2, 10 с самыми грубыми нарушителями встречаются каждую неделю и, если что, применяют штрафные санкции. Что касается технического парка, в мэрии утверждают, что он оснащен в полном объеме. Главную проблему городского транспорта чиновники видят в кадровом голоде. Здесь же мы понимаем, что прошло полтора месяца с даты поднятия цены за проезд. И здесь не стоит испытывать каких-то иллюзий, что все сразу станет хорошо. Работа ведется планомерно в этом плане. Сейчас руководители подняли зарплаты водителям. У нас на нашем муниципальном электротранспорте тоже зарплата водительского и кондукторского стала поднимается. Мы с Вячеславом Геннадьевичем Франком на эту тему разговаривали с главой администрации города. Мы на ближайшее время обязательно соберемся, обсудим, какие меры можно будет принять. Во-первых, по открытию новых маршрутов с наших поселков индивидуальной застройки – это проблема. Проблема уехать с Бельмесева, проблема уехать с Азминогорского тракта, проблема уехать из Октябрьского. Эти вопросы нужно решать оперативно. Но вот решатся ли эти проблемы до следующего повышения тарифа – покажет время. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.